Всем привет! С вами Таро, психолог Татьяна. Я пишу это видео специально для канала Светлана Веда и продолжаю отвечать на вопросы, которые вы написали в комментарии к нашему совместному с ней видео. Я вам очень благодарна за вашу поддержку, за вашу заинтересованность и включенность. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите ваши вопросы. Для меня это очень важно. А сегодняшний вопрос такой был. Почему возвращаются мужчины из прошлого? Ну, в смысле, как почему? Потому что я звезда. Потому что он походил там где-то, потыкался туда-сюда и понял, что никто его так не любит и не любил, как я. Никто так не заботился, никто так не принимал его, как я. Поэтому он и вернулся. Ну да, это первое, что возникает в голове. Да потому что я звезда. Поэтому без меня уже жить не может. На самом деле, да, такая причина может быть, да, его возвращение. Потому что после расставания мужчина, если он ушел в свободное плавание, то есть не к другой девушке, а просто вы расстались, да, и он ушел, у него там наступает эйфория. И эйфория от свободы. Хочешь бар, хочешь друзья, хочешь выбей. Какие-то безобязательства, может быть, знакомства и встречи. Он в этой эйфории там первое время, конечно, пребывает. Но потом он осознает, что на самом деле это не то, чему ему хотелось, да. И он вспоминает, как ему было тепло и уютно с вами, что вы его принимали такой, какой он есть, любили, голубили его. И он возвращается в свою привычную зону комфорта. Он возвращается к тому, к чему он привык. Если мужчина уходит к другой женщине, там то же самое. Там идет притирка, потому что другая женщина, она другая. Она не такая, как вы. У нее другой характер, у нее другое поведение, у нее другой образ жизни, может быть, да. И там начинается вот эта притирка, которая обычная фаза для любых абсолютных отношений. И мужчина может эту притирку не пройти, потому что он всегда, вот с вами было по-другому. И потом с вами он это уже прошел, ему не надо это делать. И вот если мужчина ленивый, если он не хочет работать над отношениями, если у него там какие-то страхи присутствуют, то он обязательно вернется. Потому что с вами этого всего, вот этой притирки к друг другу проходить уже не нужно. Еще какая бывает причина для возвращения? Ну, некоторые женщины после расставания, они не сидят, не плачут, там, извините за выражение, не наматывают сопли на кулак, да. А они, вот расставание для них это как стимул к движению, к переменам. Многие меняют облик, то есть меняют прическу, меняют одежду, начинают там участвовать в каких-то тренингах по саморазвитию. То есть она такая становится красотка, она выкладывает свои фотографии в соцсетях, она ходит аут с подружками. И когда мужчина это видит, тот бывший, да, когда он это видит в соцсетях, на улице, там он вас увидел где-то мельком, общие друзья там вам рассказали, его, ваш новый облик начинает будоражить. Да, она же у меня звезда, а как я этого раньше не замечала? И он начинает возвращаться там, ну, может, пишет смс для начала, звонит, типа, знаете, такими намеками, как дела, на-на-на. А еще, не дай бог, если у этой бывшей уже появился какой-то новый ухажер, у него еще и появляется инстинкт охотника, так он прям стрелой уже бежит к своей бывшей, понимаете как? Помните, девочки, дорогие мои, что счастливая женщина, которая излучает счастье, довольство собой, которая себя любит, считает там всякой красивой и неотразимой, она притягивает мужиков как магнит. И мы уже, по-моему, об этом говорили, что если я хочу отношений, ну, я излучаю тоску, разочарование, я такая несчастная, у меня никого нет, или вот меня бросили, от меня ушел. Ну, в таком состоянии вы реально никого не притягиваете. А счастливая женщина, уверенная в своей неотразимости, да и хрен с ним, ушел, да и ушел. Мужчин вон, целая куча, пойди и найди себе другого. А вот такая женщина с такими установками, она притянет и нового мужчину, и старый прибежит как миленький. Что еще может быть, да, почему бывший возвращается? Ну, бывает, что реально человек вас любит. И когда вы расстаетесь, он осознает это. Потому что когда вы живете вместе, он об этом, может быть, не задумывается, может, у него нет времени. Либо, может, вы пребываете в каком-то страстнике, типа, если мы живем вместе с гражданским братом, женщина может выставлять условия там, ну, все, либо мы женимся, либо мы расходимся. Для психики вот такое либо-либо, особенно для мужской психики, это стресс. И он не может сообразить, то есть, ну, его куда-то там из зоны комфорта выпихивают либо туда, либо сюда. А когда он уходит, психика успокаивается, и он начинает это все обдумывать, и он понимает, что, да, мои чувства к этой женщине очень глубоки, я ее действительно люблю, и я хочу быть с ней. То есть, и он тогда возвращается к вам, да. Что еще? Что еще? А, ну, вот этот, наверное, вариант последний, который рассказал, он самый такой, ну, хороший, да, положительный по сравнению с остальными. И вот еще один из самых, наверное, наихудших причин возвращения мужчины, это когда он проверяет вашу принадлежность ему. Ну, то есть, когда вот вы расстались, через какое-то время он дает о себе знать, то есть, там, звонит или приходит, или там каким-то еще другим способом, и он смотрит на вашу реакцию. Вызывает ли его появление у вас эмоции? Эмоции могут быть разные, как положительные, ой, там, я рада тебя видеть, боже, я так тебя ждала, когда ты вернешься, там, мусечка, да, там, да. И он, мужчина, думает про себя, да, она мне принадлежит, она до сих пор мне принадлежит. И он тешит этим свое самолюбие. Если ваша реакция негативная, то есть, я тебя видеть не могу, ненавижу, пошел вообще к черту, там, куда угодно, это тоже эмоциональная реакция. И он тоже думает, да, она мне еще принадлежит, потому что мы связаны тесной эмоциональной ниточкой какой-то. Как он поймет, что вы ему больше не принадлежите? Когда ваша реакция на него будет безразличной, доброжелательной. Вот это, наверное, будет самый большой удар мужчине, да, по его самолюбию. Когда он ушел, и ниточка вот эта энергетическая между вами порвалась. Ну, то есть, девочки, как видите, причин возвращения бывшего очень много. И они разные, да, это тоже зависит от характеристики, да, человека. Вопрос другой, что с этим делать? А вот что с этим делать, это уже ваш личный выбор. Хотите вы его принимать обратно, да, либо раз ушел, так ушел. Здесь вы должны подумать прежде всего не о нем, а о себе. Как вы себя чувствуете? Как вам лучше, когда он рядом? Или все-таки, когда вы с ним расстались? Стоит ли склеивать разбитую чашку? Выйдет ли из этого чего-то? Нужно ли второй раз входить? В одну и ту же вулу, да, там, скажем так. Тут это уже ваш личный выбор. Я вас всех обнимаю. Желаю вам всех счастливых отношений, у кого они есть, у кого их нет, найти. И, девочки, будьте счастливы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!